Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Оплатить проезд в Сочи можно будет пальмой. О новой транспортной карте шла речь на планерке главы города. Сочинским пляжам выдали голубые флаги, но могут и отобрать, если летом эксперты засомневаются в оценках. Сегодня мусульмане отмечают один из самых главных религиозных праздников – Ураза-Байрам. Массово его отметили и в Сочи. Сочинский симфонический оркестр записал саундтрек к фильму. Музыку создал худрук оркестра Антон Лупченко. Внедрение льготной ипотеки и модернизация транспортной инфраструктуры на Кубани готовятся к реализации госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Вопрос был одним из основных на краевом планерном совещании, которое провел губернатор края. Федеральная программа начнет действовать со следующего года. Объемы финансирования в масштабах страны превышают полтора триллиона рублей. Она включает в себя льготную сельскую ипотеку под 3% годовых, реконструкцию коммунальной инфраструктуры и даже компенсацию работодателям, которые направляют сотрудников на обучение в сельскохозяйственные вузы. Заявки на участие в программе главам муниципалитетов необходимо подать до конца месяца. Давайте воспользуемся поручением президента и максимально эту программу реализуем, максимально, насколько это возможно. Главам наших муниципальных районов вам сегодня необходимо в первую очередь сделать приоритеты, чтобы еще вам хотелось, чтобы в районах появилось, в ваших станицах, хуторах, селах. Помимо того, что сегодня предиспользованы краевыми программами для количества школ, определенные мы сегодня в крае строим детских садов, клубы ремонтируем, спортивные объекты, дорожная инфраструктура, тротуары, освещение. Что еще? Плюсом, плюсом можно в рамках этой программы построить, создать в муниципальных районах. Но для этого нам нужны проекты. Мы аграрный регион, регион, который в своей основной части жители проживает в сельской местности. Поэтому, конечно, коллеги, мы должны сделать качественный рывок в развитии сельских населенных пунктов в нашем крае. Главным критерием участия программы является комплексный подход. То есть инженерная инфраструктура, социальный объект, благоустройство и другие моменты, связанные с выполнением подпрограмм пунктов, будут входить в единую комплексную заявку, которая будет подготовлена муниципалитетом. Конкретные цифры по финансированию будут утверждены правительством до 1 августа этого года. Серьезное финансирование предусмотрено и на социальную поддержку малообеспеченных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Эту тему также обсудили в рамках планерного совещания. Всего у нас в крае 3700 семей находятся в трудной жизненной ситуации. В них воспитывается 9000 детей. У нас налажено сегодня раннее выявление неблагополучных семей. Это значит, что мы быстрее можем ставить их на учет и быстрее оказывать им помощь. Если говорить в целом о цифре и о числе малообеспеченных семей, то с 2015 года у нас эта цифра сократилась. Вы уже об этом сказали, вы не знаете, на 20%. Сегодня на Кубани проживает 160 тысяч малообеспеченных семей. Мы выделили около 19 миллиардов рублей на социальную поддержку малоимущим семьям, которые в трудную жизненную ситуацию, которые нуждаются в поддержке. Но 19 миллиардов рублей дает огромная сумма. Но намного важнее их поддерживать с точки зрения решения проблемы, не деньгами. Деньги, конечно, им нужны и программы. Я еще раз подчеркиваю, в этом году мы на полтора миллиарда увеличим. Личное участие глав муниципальных образований, ваших команд в жизни семей, либо детей, как уже конкретно я уже сказал, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это сегодня намного важнее. В регионе сейчас работают 26 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Также на побережье открылись два лагеря для отдыха детей из малообеспеченных семей. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Генеральная прокуратура взяла под особый контроль мусорную реформу. Соблюдение законности при переходе на новую систему обращения с отходами сегодня обсудили в Ростове-на-Дону. Генпрокурор России Юрий Чайко провел совещание с представителями четырех федеральных округов. Участие в заседании приняли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и главы регионов, в том числе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С января ответственность за обращение с мусором перешла от мелких компаний к крупным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Полностью на новую систему обращения с отходами в стране перешел 61 регион. Для Краснодарского края важнейшая задача – не допустить повышения тарифа для населения, отметил губернатор. Сейчас в регионе действуют пять мусоросортировочных комплексов. В перспективе также планируется строительство семи мусороперерабатывающих заводов. Уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Одна из основных целей мусорной реформы – увеличить уровень переработки отходов в стране до 60%. Сейчас этот показатель не превышает 8%. С 5 июня рассчитаться за поездку в автобусе можно будет безналичным способом. Об этом сегодня стало известно на планерном совещании главы города. Была даже продемонстрирована транспортная карта. Назвали ее «Пальма». Как ее использовать, узнаем у Елены Овсециной. Рассчитаться за поездку по безналу можно будет и своей обычной банковской картой, куда приходит зарплата или пенсия. Другой вариант – приобрести карту «Пальма». Они появятся в продаже 1 июля. Для автотранспортного предприятия это прозрачный доход, а значит и возможность дальнейшего развития. А для тех, кто пользуется общественным транспортом, по карте «Пальма» цена билета будет ниже. С 1 мая все автобусы начали оборудовать терминалами. Наши все муниципальные маршруты обслуживают 7 перевозчиков. У нас именно терминалы, те, о которых я говорю, и, соответственно, карта «Пальма» будет работать, у всех наших перевозчиков, кроме «Транссервис-6». Эта ситуация такая, ну, на сегодняшний день. Я очень надеюсь, что в ближайшем каком-то будущем и «Транссервис-6» тоже включится и войдет в эту систему, подписав договор с нашим оператором. В департаменте транспорта пассажиров просят, если терминал не работает, но он в автобусе есть, сообщить об этом на горячую линию, телефон которой всегда можно увидеть в общественном транспорте. Требование мэра было и обновить к 1 июня весь подвижной состав, но получилось только на 60%. Объем инвестиций по лизингу составил 1 миллиард 300 миллионов рублей. Полностью заменить Сочинский автопарк не получилось. Озвученная перевозчиками причина такова – завод-изготовитель не справился с объемами поставки. В чем причина? Если они будут выяснены, не в том, что я не верю, что заводы там, все заводы такие у нас, или все поставщики у нас такие недисциплинированные. Ну не верю я в это. Поэтому они доложат, каждого мы соберем, вы будете, значит, он будет, я и скажу, вот вы мне дали обязательства, написали, дали дорожную карту, не выполнили. Работа в этом направлении продолжается, как и работа по контролю за земельными участками на предмет незаконного использования. Только в Адлерском районе обследовано 135 территорий, которые расположены вблизи пляжей. В результате на землях по ДЖС выявлены объекты торговли, общественного питания и услуг. Уже начался сезон, и они начали работать. Объекты были небольшие, мангалы, а сейчас мангалы, еще и столовая, ресторан. Информация о выявленных нарушениях была направлена в управление Росреестра по Краснодарскому краю. Сегодня специалисты ведомства пообещали пресечь нарушения. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 5 июня в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24. Днем 26-28 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 21. Обеспечить качественный сервис и безопасность. Такие задачи на сезон глава города поставил перед санаторно-курортным комплексом. Анатолий Пахомов провел совещание, в котором приняли участие полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и МЧС, а также руководители сочинских санаториев и гостиниц. Мэр подчеркнул, что главное для курорта – обеспечение безопасности. Это касается как здоровья, так и сохранности личных вещей туристов. За чистоту моря можно быть спокойными. Показатели морской воды отвечают всем санитарно-эпидемиологическим нормам. А вот безопасность имущества – прямая задача руководителей торговых центров, санаториев и ресторанов. Глава Сочи также напомнила программе «Открытый юг», по которой в межсезонье жители всей страны могут отдыхать в сочинских санаториях с большой скидкой. По нашей инициативе правительство Российской Федерации изменило налоговый кодекс. И согласно этого налогового кодекса, начиная с этого года, 19-го, с 1 января, работодатель имеет право тратить на оздоровление своего работника, либо членов его семьи, это немаловажная приставка, либо членов его семьи до 50 тысяч рублей. И эти 50 тысяч рублей идут в себестоимость продукции. То есть, по сути дела, он либо эти деньги бы заплатил в налоги, либо он эти деньги направит на оздоровление. Об этом в рамках презентационной кампании в городах России рассказывал Анатолий Пахомов. Делегации из Сочи презентовали туристские возможности курорта в 40 регионах страны. Эти встречи посетили около 5 тысяч туроператоров. Сочи попал в топ-10 морских курортов для отдыха на День России. Сервис бронирования жилья tvil.ru выяснил, какие российские курорты чаще всего выбирают для отдыха на море в июне. В десятку вошли крымские курорты, а также Сочи, Анапа и Ейск в Краснодарском крае. Туристы бронируют морской отдых в первой половине июня в среднем на период 10-14 ночей. И потратят на аренду жилья 1700 до 2700 рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать в это время получается в Ейске, дороже в Ялте. Также курорты Краснодарского края оказались дешевле турецких при условии раннего бронирования. В Сочи в два раза увеличилось число пляжей с голубыми флагами. Теперь их 13. Европейский фонд экологического образования в очередной раз назвал самые чистые пляжи мира. Высший международный сертификат сегодня передали арендаторам пляжных территорий. Не заплывать за буйки, не курить, не разжигать костры и не приводить на пляж домашних животных. Иначе лишение экологического сертификата. Со своей стороны арендаторы пляжей гарантируют отдыхающим комфортные лежаки, зонты, теневые аэрарии, раздевалки, наличие службы спасателей и неотложную медпомощь. Одним словом, комфорт и высокие стандарты качества. Пляж Ривьера, один из 13, над которым будет развиваться голубой флаг, как знак того, что здесь соблюдаются все требования Международной экологической организации. Высокое качество воды на пляжах с голубыми флагами подтверждается пробами, которые в течение купального сезона делают два десятка раз. Для них очень важно качество морской воды, которую мы отбираем каждые 10 дней. И, соответственно, наша вода подошла, и мы уже начали готовить документы, готовить всю инфраструктуру, все поручни для инвалидов, все спуски в воду для инвалидов, ну, чтобы, скажем так, была полная доступность ко всем услугам, которые предоставляет наш пляж. Комиссия сначала дистанционно все оценивает. Они, получается, выдают заочно, но, допустим, они приезжают, и что-то у нас не подходит, они просто забирают, и все. То есть там никто особо не церемонится. А вот Приморский пляж, высший экологический титул, получает уже второй год подряд. Вода здесь также соответствует требуемым параметрам. Мы все-таки только привыкаем к тому, чтобы благоустраивать каждую деталь. И когда мы, например, вот на 10 сантиметров не сделали шире пандус, это нарушение, и мы все переделываем согласно международным нормам. Нам сейчас выдали голубые флаги согласно первой проверке. В середине лета без предупреждения приезжает вторая проверка. Может приехать третья, четвертая и пятая. На любой пляж. И если там будет обнаружено хотя бы одно серьезное нарушение в рамках безопасности, экологии или благоустройства, это лишение флага. Тут тотальный контроль ежесекундно должен происходить. Голубые флаги арендаторам пляжей сегодня официально вручил глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, голубые флаги – это новый уровень гостеприимства Сочи. Город к этому шел 10 лет, в том числе борясь со свалками и канализационными стоками. Мероприятия были немаловажные, которые нами были сделаны с 2014 по 2017 год. Это 17 тысяч незаконных подключений к нашим ливненкам и нашими жителями, которые свои стоки сбрасывали в реки, в ручьи и, конечно, нашу ливненку. Это огромная была работа, которая впоследствии дала возможность нам претендовать на голубые флаги. Все 13 сочинских пляжей с голубыми флагами отметят на специальной карте, рекомендованных для отдыха пляжей мира. Вот только развиваются флаги всего один сезон, а на следующий их снова нужно будет заслужить. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочи возглавил рейтинг городов, где больше всего подорожало вторичное жилье. Аналитики одного из крупных интернет-порталов по продаже и аренде жилья провели исследование рынка недвижимости в 115 городах России. По их данным, за последние пять лет в 60 городах выросли цены на вторичную недвижимость. В первой тройке оказались Сочи и Геленджик, где вторичка подорожала на 41,32% соответственно. Замкнул тройку у лидеров Санкт-Петербурга. В комментариях к своему исследованию аналитики отмечают, что динамика цен была неоднозначной. В Сочи и Геленджике на протяжении пяти лет вторичное жилье прибавляло в стоимости непрерывно. А в Санкт-Петербурге в мае 2016 года был зафиксирован небольшой спад. Также эксперты отметили и города, где стоимость вторички существенно снизилась. Здесь в числе лидеров оказались Киров, Элиста и Смоленск. Информатика, география и химия. Такой список предметов сегодня был актуален для девятиклассников. Именно по этим дисциплинам школьники сдавали сегодня итоговые экзамены. Информатику решили сдавать 926 сочинских девятиклассников, географию 2580 человек, а химию 311. На географию и химию отводится два часа, а на информатику – два с половиной. Вторую практическую часть там надо было выполнить на компьютере. С собой ребятам разрешено было взять только непрограммируемый калькулятор, линейку и географические атласы. А завтра у дверей школ будут волноваться 11-классники. Они будут сдавать ЕГЭ по иностранным языкам и физике. Физику выбрали 324 выпускника. Знания английского решили проверить 397 человек. Немецкий, французский, испанский и китайский – по одному выпускнику. В среду школьники будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранному языку. Раздел «Говорение» запланирован отдельно. В Сочи меценаты помогут отремонтировать 19 школ и детских садов. Об этом стало известно сегодня на совещании, которое провел глава города. За каждым из 168 образовательных учреждений Сочи закреплены шефы. Это бизнесмены, которые активно помогают школам и детским садам города. В этом году 19 зданий остро нуждаются в ремонте. Это замена проводки, ремонт водопроводов и канализационных сетей, кровли и так далее. Только муниципальных средств на эти работы не хватает. На эти цели город выделяет 200 миллионов рублей ежегодно. Эти деньги тратят и на софинансирование строительства учреждений образования. Мы приняли этот вызов, когда в город переселилось 200 тысяч человек. Дополнительно они нам в школы направили 22 тысячи детей, ну и 6 тысяч – это дошкольного возраста. Естественно, это огромные вызовы, потому что надо для этих деток строить школы, надо строить детские дошкольные учреждения. По объектам мы построили уже 12 объектов. Шефская помощь – это взаимовыгодное партнерство, отмечают стороны. А главный итог – дети учатся в достойных условиях. Ремонты в своих подшефных школах и детсадах бизнесмены обещали закончить до 15 августа. Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из самых главных религиозных праздников – Ураза Байрам. Массово отметили праздник и в Сочи. Праздничная молитва прозвучала сегодня рано утром в парке 50-летия Победы в Хосте. Около двух тысяч мусульман собрались сегодня отметить окончание месяца Рамадан. Все это время верующие мусульмане соблюдали строгий пост. Сегодня день разговения. Не кушать и не пить, а воздержать себя от страсти – это не главное. Самое главное – воздержать свой глаз, видеть плохое, слушать плохое и говорить плохое. Это самое главное. Точная дата праздника стала известна только накануне вечером, после захода солнца. Новолуние в этом месяце случилось на день раньше. Это значит, что вчера, 3 июня, был последний день Рамадана. После намаза мусульмане обычно накрывают праздничный стол. В Ураза-Байрам также принято просить прощения, помогать бедным и дарить друг другу подарки. Сочинский симфонический оркестр записал саундтрек к фильму режиссер Александр Касаткин. Запись прошла в органном зале, музыку написал сочинский композитор Антон Лупченко, уже известный своими музыкальными работами в кинематографии. Идет запись музыки к фильму Александра Касаткина. Сочинский симфонический оркестр под управлением дирижера и автора саундтрека Антона Лупченко не первый раз участвует в кинематографических проектах. В прошлом году музыканты записали музыку к фильму «Чужая жизнь». Лента получила несколько призов на международных кинофестивалях. И вот новая работа, выполненная по заказу. Она писалась в нескольких городах. В Петербурге, и в Тегеране, и в Берлине. Вот я успешно даже в поездах писал в самолете. Вот последнюю точку поставил только вчера ночью. Вот сегодня уже наш оркестр будет это записывать. У нас 4 часа всего запись. Мы не репетируем, мы сразу записываем. И уже завтра я уезжаю с этой фонограммой в Санкт-Петербург, где мы будем осуществлять уже монтаж этой записи на студии «Мелодия». Александр Касаткин – московский режиссер, известный по фильму «Три дня до весны». Его сериал «Алжир» выкуплен несколькими странами, а российский зритель увидит ленту осенью. Но это музыка Антона Лопченко для другой работы мастера. Новый 16-серийный фильм приключенческой истории с элементами драмы, триллера и детектива. Пока что у нас по порядку двух десятков эскизов, которые были переложены в нотные партитуры. И сейчас я первый раз услышу, как это будет все, как маэстро это придумал. Сочинский симфонический оркестр в этом году также записал музыку, которая звучала в выставочном зале Берлина. Экспозиция была посвящена знаменитой Джаконде Леонардо да Винчи. И мелодия стала частью выставки. Работу сочинцев за рубежом высоко оценили. Сам руководитель оркестра называет свой коллектив способным озвучивать любые композиторские и режиссерские вызовы. Елена Всецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте «ФКТ.КОМ». Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...